В Чувашии с началом года стартовала кампания по оформлению универсальных электронных карт. Пока о выдаче нового документа речь не идет, в Чебоксарах лишь начали принимать заявление на карту, ровно как и на отказ от нее. Одними из первых за картой обратились блогеры и сотрудники Мининформполитики Республики. Медицинский информационно-аналитический центр на улице Калинина в Чебоксарах – один из четырех пунктов приема заявлений на выдачу универсальной электронной карты. Процедура проста, необходима лишь наличие определенных документов. Паспорта и свидетельство о пенсионном страховании. Остальное по желанию. Я пришел с паспорта. Паспорт, с НИЛС, страховое свидетельство. Заместитель министра информационной политики Чувашии Алексей Новиков – один из разработчиков проекта. Неудивительно, что он станет и одним из первых владельцев карты. Преимущества для него очевидны. Новый документ заменит массу аналогичных, что позволит сэкономить время в разных инстанциях. Например, всегда под рукой будут данные ИНН, медицинского полиса и тому подобное. К универсальной электронной карте можно прописать и банковское приложение, что делает удобным различные расчеты. Всего в процессе задействованы 12 российских банков. Послуживание универсальной электронной карты бесплатное полностью. Выдача ее также, соответственно, бесплатна. Соответственно, гражданин не несет никаких расходов по пользованию этой картой. Заявление на выдачу карты заполняется в электронном виде. Одновременно оформляется электронная подпись. Здесь же будущего владельца фотографируют. Люди, которые имеют дело с электроникой, уверены – универсальная карта ничуть не более опасна с точки зрения утечки личной информации и ничуть не менее удобна, чем портмоне, полная различных документов. Единственная сложность – пунктов приема заявлений пока недостаточно. Но проблема носит временный характер. В перспективе Сбербанк планирует во всех районах республики открыть еще по одному офису по приему заявлений. И плюс будут открыты пункты приема заявлений на базе центров социального обслуживания населения, которых в идеале будет 24 на всю республику. Универсальные электронные карты выдаются гражданам с 14 лет и старше, но по желанию родителей можно оформить ее и на младенца. Здесь же принимают и заявление на отказ от карты, чем непримиримые борцы с новшеством поспешили воспользоваться. Впрочем, и у них есть возможность передумать со временем. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.